Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На проекте идет подготовка к человеку года 2016. На поляне состоялась жеребьевка. Татьяна Владимировна рассказывает, Сегодня тянули шары для того, чтобы участвовать в человеке года. Мне предложили вытянуть шар за Чуева и он оказался с номером 30. Себе я вытянула шар под номером 2. Марине достался номер 24, а я не 16. Первый номер у Рапунцель, а третий у Феди. Говорят, в один день будут выступать по 3-4 человека, выходит мой первооткрыватель. Участие в конкурсе 15-летней Яны Африкантовой стало шокирующей новостью для многих. Вот некоторые комментарии. Пусть участвуют те, кто пробыл там год и более, новенькие тут причем. Зачем эти Африкантовы, кроме Марины, вообще тянут шары? Они же в гости пришли. Саша Артемова и Женя Кузин продолжают отдыхать на Кипре, они выкладывают совместные снимки. Подписчики комментируют. Самая красивая пара проекта. Расстались перед Человеком Года, это понятно. Сейчас потусят вместе в отпуске и обратно оба на проект. Все предсказуемо. Костя Иванов решил показать фанатам свою семью. На фотографии он с мамой и с братом. Костя временно покидал поляну, чтобы съездить в родной город Владивосток. Семья наполнила меня хорошим, написал Костя. Мама в очередной раз пыталась достучаться до меня, до сих пор воспитывает. Но я все равно все делаю по-своему. Люблю маму. Сейчас Костя уже вернулся на поляну к любимой девушке. Он написал в микроблоге. Ну вот я и возвращаюсь на проект, лечу на крыльях к своей девочке. Не хочу больше с ней ругаться и выяснять, кто главный в доме. Ведь понятно, что я. Глеб Жемчугов удивил поклонников своим новым увлечением. Мой маленький агропроект, написал Глеб. Сегодня посадил баклажаны, перцы, огурцы. Завтра добью помидорками. Ребята, жду советы ваши. Глеб удивил зрителей. Как правило, он избегает какой-либо пыльной работы, а тут сам вызвался на труд. Женя Перец признала все недостатки своей внешности. Вы многие мне пишете, что я некрасивая, что у меня длинный нос и так далее. У меня есть глаза. Я смотрю в зеркало и знаю о всех своих внешних недостатках. Но проект не называется «Красивые люди». Проект называется «Построй свою любовь». Просто главное найти такого же урода, как и ты. И вот вроде Евгения нашла себе пару. «Мы с Лешей начали строить любовь», написала Женя. «Он очень хорошо ко мне относится, готовит, ухаживает, отстаивает. Идеальный мужчина, если бы не борода». И следующий пост от Жени. «Сегодня я устроила для Леши романтическое свидание. Привязала его к стулу, станцевала для него танец, завязала ему глаза, накормила клубникой со сливками и потом достала бритву. Так что теперь у Алексея нет этого недостатка. Между Ольгой Рапунцель и Димой Дмитренко состоялся дистанционный вечер откровений. На этом вечере они вспомнили все свои волшебные ночи, интимные подробности и всем присутствующим стало понятно, что у ребят явно не остыли чувства друг к другу. Оля Райская не выдержала всего этого и убежала в слезах. А теперь о бывших участниках проекта. Вика Романец устроила показ в своей коллекции платьев. «Спасибо всем, кто был со мной в эту ночь», – написала она. «Я вас очень ценю, мои роднульки». Была представлена коллекция вечерних платьев, все продумывалось лично мною, вплоть до дизайна бирок. Также была представлена моя новая композиция «Буду ждать тебя». Из участников проекта с Викой Романец в ту ночь были Торба, Иваров, Суханова, Шароха и другие. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!